Вместе с тем, товарооборот между Казахстаном и Сербией в 2014 году достиг 14 миллионов долларов. Сумма незначительная для стран. Поэтому Нурсултан Азарбаев и Томислав Никулич договорились расширять сотрудничество. Отмечу, что в нашей стране зарегистрировано около 20 предприятий с сербским капиталом. В основном они работают в сферах торговли и строительства. Кстати, некоторые сербские компании участвовали в постройке метро в Алматы. А уже в следующем году Казахстан и Сербия договорились провести первое заседание межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. И сегодня же были подписаны некоторые двусторонние документы. Мы обменялись мнениями по поводу взаимного использования транспортно-транзитного потенциала Казахстана и Сербии в контексте наращивания грузоперевозок объемов между Азией и Европой. Мы обсудили возможное сотрудничество в рамках единого рынка Евразийского экономического союза, с которым Сербия имеет отношение и соглашение. И развитие нашего партнерства будет способствовать подписанию соглашения о избежании двойного наруга вложения, которое сейчас произошло, в международных автомобильных перевозок сотрудничества в правовой сфере. Рад, что казахстанская сторона официально открыла почетное консульство в Белграде. Также ожидаю, что двусторонний товарооборот увеличится после моего визита. Сербия становится настоящим партнером для инвестиций. Казахстан имеет хорошее географическое положение, и инвестор может рассчитывать здесь на образованную рабочую силу. Продолжение следует...